Евангелие от Марка, 1 глава, с 29 по 34 текст. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иваном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. И далее мы продолжаем. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь город, написано, весь город собрался к дверям, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. Интересно, правда, хочу обратить наше внимание на деталь, которая с первого взгляда не бросается в глаза. Написано, что выйдя вскоре из синагоги, это означает, что это была суббота. Христос утром был в синагоге, где читалось Слово Божие, читался Ветхий Завет, и пришел к Симону больная теща. Написано, что он ее исцелил. Написано, что он ее исцелил. А далее, во второй части этой истории, которую мы прочитали, что при наступлении же вечера, когда заходило солнце, принесли к нему всех больных и бесноватых. Интересно, да? Почему при захождении солнца? Потому что по Библии суббота заканчивается заходом солнца, и наступает новый день, первый день недели. Интересно, мы видим, как мыслит Израиль, точнее, как мыслят иудеи того времени, оставшаяся часть израильского Божьего народа. Если суббота, мы не приносим людей исцелять их, молиться за них, изгонять бесов. Нет, мы не приносим. А теща Петра была исцелена в субботу, и никаких проблем не возникло. Христос исцелил ее в субботу. Но никто другой не делал этого, все ждали. Но как написано, что как только что зашло солнышко, весь город написано, весь город собрался к дверям. И непонятно, оставались ли и ученики со Христом там же, в доме Симона. Ну, возможно, да, они остались там же, в доме Симона, или где-то были в другом доме. Но весь город собрался к дверям. Значит, две категории людей. Одни пришли ко Христу за исцелением в день субботний, а другие ждали, пока закончится суббота, боясь ее нарушить, и не пришли ко Христу для исцеления в этот день. И вот у меня возникает вопрос. А как правильно? Кто был прав? Да, я тоже не знаю ответа на этот вопрос. Но размышляя над этой историей, хочется заметить следующее. Что когда... Ну, во-первых, это говорит о том, как люди понимали соблюдение субботы, как они понимали Бога, и они боялись делать лишние движения. Хотя Христос потом скажет, не человек для субботы, а суббота для человека. Ну и вывод, который делаю я для себя, еще очень важный вывод, заключается в следующем. В узком кругу Христос делает то, что не все принимают и не все понимают. В узком кругу, в небольшой компании своих друзей, родных, может быть, друзей, учеников, он делает то, что не делает при всех. Ну, понятно, что он и не делает при всех, потому что никто и не принес больных и так далее. Но в узком кругу он делает то, что могут понять эти близкие люди. Очень важное качество Иисуса Христа. Он не раздирает людей, он не ломает их мировоззрение так вот прямо через колено. Он готов сделать в узком кругу среди понимающих то, что они готовы вместить в себя и принять. Но если кто-то еще не понял и не продвинулся так далеко, может быть, вот в вопросах того же самого соблюдения субботы, Христос не ломает их мировоззрение и готов им пойти навстречу после захождения солнца. Дорогие друзья, очень важный вопрос, в каком кругу я нахожусь, да? И, возможно, это даже и не зависит и от меня, в каком кругу я нахожусь. Но мы знаем, что в каком бы кругу я ни находился, Христос готов пойти мне навстречу и помочь. Но если ты можешь войти в его более близкий круг, если ты можешь ваши взаимоотношения, свои взаимоотношения со Христом сделать более глубокими, то ты и раньше получишь от Христа то, что другие не могут получить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok